Друзья, военнослужащие бывшей Украины, я командир батальона Мести, Народной Мести. Скоро наш батальон прибудет на юго-восток, очистит от нацистов, от правого сектора. Вместе с местной самообороной, все захваченные сегодня вот этими отморозками территории, города, населенные пункты, и начнет казнить всех этих убийц, всех тех, кто уничтожал мирное население, проводил геноцид. Я хочу обратиться к вам, потому что той Украины, которая была совсем недавно, уже нет. Ее больше не будет такой, которая она была. Будут другие совершенно республики. Возможно, будет одна республика, которая возродится из тех республик, которые сегодня получили, согласно референдуму, полную независимость от Третьего Рейха. Подумайте сами, ведь вы военнослужащие, такие, как и я. Я уже бывший военнослужащий, но бывших военнослужащих не бывает, потому что если война, то мы всегда будем защищать свой народ. Ну подумайте, кого вы защищаете? Кучку олигархов? Каких-то бывших геев? Каких-то жуликов, воров? Вот просто вы давали присягу в свое время. Вот как вы можете быть сейчас на стороне тех, кто просто создал такие вот, знаете, как Банды Махно или Батьки Ангела в свое время? Помните советские фильмы? Ну тогда был ведь единый и могучий Советский Союз, правильно? Вы же смотрите до сих пор, наверное, эти фильмы. Я вот просто к вам обращаюсь. Я не хочу здесь выстраивать людей, массовку создавать. Я просто не хочу людей светить, чтобы у них там были проблемы. Я проблем никаких не боюсь, они у меня всю жизнь всегда были, когда я служил, и сейчас, и будут, и как бы я сам выбрал себе такую жизнь. Пройдя просто службу в различных подразделениях, я хочу вам, ребят, сказать, что я и в Советском Союзе служил. И в России, и отношение у нас к военнослужащим нормальное. Лучше даже, чем в полиции. Мы военнослужащие все, мы намного чище там коррумпированных каких-то вот этих вот там подразделений, которые там все равно, знаете, вот в полиции есть где-то, да, там, в органах власти, вот, в других вот, вне армии. По-армейски, по-офицерски. Я просто обращаюсь к вам. Вот вы сейчас служите с уголовниками, с какими-то дилетантами, которые накачаны агитацией нацистской. Вот вы сами решите для себя все-таки, с кем вам быть. Вас ведь потом проклянут. Они ведь убивают детей, женщин. Вы обстреливаете мирные населенные пункты. От этого гибнут люди, получают ранения, увечья. Как вы будете потом жить с этим? Ведь время проходит, эйфория вот эта, майдановская, она улетучивается, как эфир. Вот он опьяняет, знаете, такой эфир, да, вот. Но потом он испаряется. А что остается? Горькое похмелье. Вот вы будете прокляты своим народом. Переходите в ополчение, в самоборону. Не вот эти вот липовые фальшивые отряды, батальоны, которые стоят с нашивками Украина, за народ, какие-то дружины тоже образуются. Которые разбавлены сейчас натовскими наемниками. Этих головрезов несколько сотен, думаю, что уже тысяча. Они обучены именно убивать им все равно, за деньги. Но вы же военные. Вы же все-таки идейные люди. Зачем вам кровь на руках своих же братьев и сестер? Своих матерей, своих детей, внуков. Вот вы подумаете, мы придем, Россия придет, и мы начнем карать. Мы начнем стоять к стенке, вешать, сажать на кол. Всех тех, кто издевался, мучил, пытал, кто убивал. Мы не простим этого. Никогда. Мы уже не будем никогда братьями с теми, кто приступил закон. Кто приступил даже... Вот, знаете, есть преступление против человечности. Гагский трибунал судит таких. Но здесь их судить не будут, потому что там натовцы, там Америка, там Уолл-стрит, я уже говорил, это мировая закулиса, которая говорит одно, делает другое. Двуличный подход. Уходите из этих подразделений, переходите на сторону народа, и вы будете героями Украины. Ваши имена впишут навечно. Так же, как вписаны сегодня имена героев Великой Отечественной войны. Вы делаете сегодня историю. Вот об этом подумайте. Зачем служить нацистам? Они захватили власть. Да, волею судьбы там как-то вот так произошло, но пусть в этом и разбираются историки. А вы историю должны делать. Захватывайте оружие, захватывайте танки, бронемашины, боеприпасы. И переходите на сторону своих будущих земляков. Вот даже те, которые с тех западенских территорий. Все равно уже де-факто Юго-Восток наш в России. Путин будет, конечно, выдерживать паузу, он будет думать. Но потом он ведет войска. Войска будут введены очень быстро и очень скоро. Здесь мы не допустим геноцида, он уже пошел. Это гражданская война, она никому не приносит добра. Вот здесь вот сейчас еще несколько вот этих операций, еще будут жертвы. И Россия не выдержит, мировое сообщество не выдержит. Даже уже в Америке сейчас раздаются там, в Конгрессе, везде, вот во всех их учреждениях правительственных, голоса трезвые, умные. Люди говорят, а ведь действительно ведь что-то не то происходит. Совсем все иначе. Нас обманывает Обама, президент Америки. Все обманывают. Вот нужно сейчас, конечно, решиться. Вот они уже решаются. И наемников мы уничтожим. Наша армия, она самая сильная в России. У нас достойная зарплата. Вы там ничего не получаете. Вам нормально будут платить. Вы получите квартиры, вы все получите. Полное обеспечение, как в России. Военнослужащие сейчас лучше всех живут. Во всяком случае, у них есть и угол свой, и обстановка, и деньги, и семьи. И служить хочется. Это не тогда, когда я проходил службу, когда ничего не было. Сейчас все поменялось. И Россия только будет вам благодарна. Потому что Юго-Восток, если даже не останется в составе Украины, не получится федерации сделать с теми, кто убивает. Ну как можно Богу с сатаной мириться там? Или обниматься? Есть зло, есть добро. Мы на стороне добра сегодня. Вот проанализируйте просто все это дело. И, конечно, вы сами поймите. Вот где-то, может быть, пройдет неделя, там две. Ну, может, это затянется на месте. А может, это через три дня произойдет. Вот просто-напросто мы, как миротворцы, перейдем эту границу по просьбе этих законных республик. По решению законному, утвержденному в Москве, в Кремле, всем нашим российским обществам. А у нас 99% россиян поддерживают эти республики. Луганскую, Донецкую, там еще будут республики сейчас народом созданы. Ведь посмотрите, сколько голосовало. Миллионы пришли голосовать. И все они говорят, да, мы пришли против нацистов. Против новых нацистов, неонацистов. Мы хотим жить, хотим жить достойно. Хотим дружить с Россией. А вы, получается, взяли в руки оружие и пошли против всех. Прежде всего, они даже против нас. Против тех своих, вот с кем вы сейчас общаетесь, когда они перекрывают дороги. Когда они встают на пути вашей бронетехники. Вот здесь вот вы помните просто о том, что вы люди. А эти не люди, правый сектор. Мы все равно придем. Сейчас наш батальон сформирован. Нас пока не пускают. Но я лично буду убивать этот правый сектор. И там, и в России. Дойдем и до этого. Мы нормальные люди. Но мы когда видим, что стреляют в нас, и нас убивают, мы придем и наведем порядок. Такой, как положено в человеческом обществе. Я надеюсь на вас, украинцы. Армия Украины. Вернее, то, что осталось от этой великой страны. Вы вот просто своими действиями, действиями, вот это, уничтожите все то, что еще остается. Скоро не будет у вас ни газа, ни угля, ничего. Начнется голодомор 2014. Зачем вам это нужно? Я сказал простыми словами, как я это понимаю, как я это вижу, как я это могу. А выбор за вами, конечно. Поэтому я надеюсь на вас, я верю в вас. Ребята, вы просто должны перебить всех тех нацистов, которыми поставили вас как политкомиссарами сейчас, сегодня. Всех этих уголовников, наемников, по возможности вот этих. И правый сектор. И перейти к нам. Мы вас ждем. Спасибо, друзья. Друзья, военнослужащие бывшей Украины. Я командир батальона месте, народное месте. Скоро наш батальон прибудет на юго-восток, очистит от нацистов, от правого сектора. Вместе с местной самообороной, все захваченные сегодня вот этими отморозками территории, города, населенные пункты, и начнет казнить всех этих убийц. Всех тех, кто выничтожал мирное население, проводил геноцид. Я хочу обратиться к вам, потому что той Украины, которая была совсем недавно, уже нет. Ее больше не будет такой, которая она была. Вот эйфория вот эта, майдановская, она улетучивается. Как эфир. Вот он опьяняет. Знаете, такой эфир, да? Но потом он испаряется. А что остается? Горькое похмелье. Вот вы будете прокляты своим народом. Переходите в ополчение, в самооборону. Не вот эти вот липовые фальшивые отряды, батальоны, которые стоят с нашивками Украина, за народ, какие-то дружины тоже образуются, которые разбавлены сейчас натовскими наемниками. Этих головрезов несколько сотен, может, уже тысяча. Они обучены именно убивать им все равно, за деньги. Но вы же военные. Вы же все-таки идейные люди. Зачем вам кровь на руках своих же братьев и сестер? Своих матерей, своих детей, внуков? Вот зачем в полиции? Мы военнослужащие все. Мы намного чище там коррумпированных каких-то вот этих вот там подразделений, которые там все равно, знаете, вот в полиции есть где-то, да, там, в органах власти, вот, в других вот, вне армии. По-армейски, по-офицерски. Я просто обращаюсь к вам. Вот вы сейчас служите с уголовниками, с какими-то дилетантами, которые накачаны агитацией нацистской. Вот вы сами решите для себя все-таки, с кем вам быть. Вас ведь потом проклянут. Они ведь убивают детей, женщин. Вы обстреливаете мирные населенные пункты. От этого гибнут люди, получают ранения, увечья. Как вы будете потом жить с этим? Ведь время проходит не тех, кто просто создал такие вот, знаете, как Банды Махно, или Батьки Ангела в свое время. Помните советские фильмы? Ну тогда был ведь единый и могучий Советский Союз. Правильно ведь? Вы же смотрите до сих пор, наверное, эти фильмы. Я вот просто вот к вам обращаюсь. Я не хочу здесь выстраивать людей, массовку создавать. Я просто не хочу людей светить, чтобы у них там были проблемы. Я проблем никаких не боюсь, они у меня всю жизнь всегда были. И когда я служил, и сейчас, и будут. И как бы я сам выбрал себе такую жизнь. Пройдя просто службу в различных подразделениях, я хочу вам, ребят, сказать, что я и в Советском Союзе служил. И в России, и отношение у нас к военнослужащим нормальное. Лучше будут другие совершенно республики. Возможно, будет одна республика, которая возродится из тех республик, которые сегодня получили, согласно референдуму, полную независимость от Третьего Рейха. Подумайте сами, ведь вы военнослужащие, такие, как и я. Я уже бывший военнослужащий, но бывших военнослужащих не бывает. Потому что если война, то мы всегда будем защищать свой народ. Ну, подумайте, кого вы защищаете? Кучку олигархов? Каких-то бывших геев? Каких-то жуликов, воров? Вот просто вы давали присягу в своё время. Вот как вы можете быть сейчас на стороне?